Сцена вписана в интерьер базилики, напоминающая античные постройки и в то же время чем-то, возможно, похожий на проект нового собора Святого Петра, выполненный другом Браманта. Картина представляет собой галерею портретов виднейших деятелей культуры той эпохи. В центре композиции Платон с лицом Леонардо, держа в одной руке Тимея, другой указует вверх, а рядом с ним Аристотель с сетикой в руках напротив, простирая руку над землей. На первом плане, справа согнувшись циркулем над чертежом, стоит Эвклит, чертами лица похожие на Браманты. За его спиной, рядом с Птоломеем, держащим земную сферу, Зараастр с лицом Пьетру Бембу, держит сферу небесную. В левой части картины, за спиной Эпикура, изображенного с виноградными листьями на голове, виднеется головка маленького Федерико Ганзаро. Ближе к центру юноши, стоящим рядом с углубившимся в своей записи Пифагором, угадывается Франческо Мария Деларуэре. И, наконец, Гераклите, сидящий на первом плане, облакотясь на большой каменный куб, легко узнать Микеланджело. Судя по хранящемуся в пинокотеге Амразиана эскизу, где Гераклит отсутствует, Рафаэль вписал портрет своего соперника в уже готовую фреску. Рафаэль включил композицию и автопортрет. Его лицо у Беретти виднеется в правом углу фрески, рядом с портретом друга Санцио, художника Содома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok